Всем привет, с вами Алекс Ки, это рубрика AlexNews. Самая уходящая новость этой недели и долгожданная новость, наверное, всех граждан Российской Федерации, которые находятся в суровой зиме. Новость о том, что уже заканчивается последний месяц зимы, ну и поэтому мы встречаем такой вот замечательный языческий праздник, как Масленица. Что же отлицетворяет этот праздник Масленица? И на этот вопрос люди отвечают по-разному. Кто-то говорит о том, что это массовые гуляния, праздники, а основным элементом являются блины. Все их на протяжении всей недели готовят, кушают с разными начинками. Кто-то с икрой, кто-то с сгущёнкой, кто с мёдом, кто вообще просто блины ест. Прославянская Масленица отмечалась в начале весны, но так как сейчас у нас на дворе почти весна, февраль уже, наверное, осталась там неделя с небольшим. И так, почему именно сейчас Масленица? Потому что наконец-то весна и световой день отвоевал у ночи своё преимущество. Поэтому, как вы уже заметили, на улице солнце светит, и оно уже греет. Такое прекрасное весеннее настроение, скоро журчат ручьи. Поэтому именно сейчас мы отпразднуем этот прославянский праздник Масленицу. Но у нас для этого есть специальный корреспондент Александр, с которым мы выходим на связь. Александр? Александр? Александр, расскажите, как проходит праздник на острове Град-Свияжск? Чем люди занимаются? Что интересного можно посмотреть и где, какие места посетить? И как провести хорошо это время? Прямо за моей спиной происходит главное торжество уходящей семьи. Это проймопроводные Масленицы. Итак, мы наблюдаем очень большое количество веселья и радости. Люди танцуют в хороводах. Но продолжим наблюдать за всем происходящим вместо событий. На территории острова достаточно большое количество различных сувениров, магазинчиков, где можно приобрести и особенно сделать своими руками подкову, фамильную. Для этого есть специальный мастер, который вас обучит именно этому ремеслу. Очень интересно. Также можно приобрести достаточно большое количество различных сувенирных продукций. Она вот представлена перед вами. Очень большое количество разных тарелочек, посуды, утвари, фирменные. Все это сделано вручную, умелительными мастерами. Глиняная посуда, всякие статуэтки, фигурки. Плетеная также посуда. Глиняные такие вот брыжки. Ушины. В самом начале, как вы подниметесь на остров, вас встречает такой вот небольшой дворик, на котором также присутствует большое количество магазинов сувенирной продукции. Есть крытые, есть открытые. Зимой лучше, конечно, и больше всего перенесены продукции в крытые помещения. А летом, конечно же, все это здесь шумит, гремит и радует людей. Также представлена вот съездская медовуха, мед. Но мед я не пробовал. Но я пробовал медовуху довольно-таки достойного качества. Поэтому, если будете посещать данный остров, то смело рекомендую приобрести и попробовать данную продукцию. Он весь зеленый. Обязательно купите вот такие вот интересные варенья. Они с различными добавлениями. И медовые всякие настойки варенья. Ну, а если вы приедете и будете немножко голодными, то рекомендую посетить я вот такой вот трактир. В нем можно поесть борщ из хлеба. Это очень интересная такая подача блюда. А также можно покушать вкусный шашлык. Если вы пойдете по правой стороне, то тогда вы первым увидите Троицкую церковь. Также там будет присутствовать небольшой магазинчик, где также можно привезти приобрести сувенирную продукцию. В этот раз Троицкая церковь была закрыта. Очень уникальное, интересное здание. Исторически значимое. Также мы перед вами поставлен храм. Не помню, что он налицетворяет, но больше всего мне нравится вот этот красный храм. Я помню, когда я еще посещала данное место. И он еще не был восстановлен. И следить за тем, как в процессе нескольких лет восстанавливают полностью этот храм, было очень интересно. Теперь же его посетители смотрят и восхищаются всей архитектурой того времени, когда он был построен. Неподалеку от этих храмов можно также сесть на лошадь и покататься. Стоимость не слишком высокая. Очень даже приемлемая. Что поразило также, что либо это на китайском надписи, по стоимости написано, либо это на японском. непонятно, так как мои знания на этом минимальны. что понравилось больше по сравнению с прошлогодним празднеством данного мероприятия, что больше стояла площадок для того, чтобы отведать различные блинчики, ладушки, шашлыки. Это очень радует. Также рядом с центральной площадью вот такая вот небольшая сувенирная лавка, достаточно большое количество и изобилие различных наименований, всякие магнитики, шкатулки, даже рюкзаки-сумки. Все это сделано вручную. Все это очень интересно выглядит. Хочется приобрести каждое изделие себе в подарок или кому-нибудь купить памятный сувенир, варежки, носки. Такой вот постоялый двор с проходной. Он ведет к тому месту, которое мы уже посетили. Сушеная рыба. Кстати, очень рекомендую, но покупайте ту, которая свежая и недавно была засушена или ее недавно коптили. Также можно попить самый настоящий чай из самовара. Также, если у вас есть желание, можно переодеться и побороться на мечах в настоящих доспехах. Это не так просто. Выглядит это забавно. Цены достаточно демократичные. Потому что вы видите, хренобуха 50 миллилитров 70 рублей, глинтвейн 250 миллилитров 250 рублей. Это не так дорого. Также блинчики с любой начинкой. Со сметанкой, там со сдущенкой, стоит 60 рублей за 2 штуки. С джемом, с медом, блины, с мясом можно купить. Также есть другая какая-либо выпечка. Неподалеку от этого места также можно приобрести шашлычки. Стоит, да не 200 рублей за шампур. В принципе, это такая средняя цена. Но я бы сказал, что именно шашлычок за шампур, он немножко, конечно, дороговат. Но, по сравнению с этими блинчиками, я порекомендую вам купить оладушки. Мы их еще скоро увидим и продегустируем. Продегустируем. Помимо того, что будет непосредственно процесс самого сжигания масленицы, мне понравилось, что в этот раз они провели достаточно большое количество различных конкурсов. Например, прыжки через скакалку, перетягивание канатов, также новый вид конкурса, например, столкнуть человека только с помощью своих ладоней. Прыжки назад по диагонали. Достаточно выглядело очень интересным, милым, добрым, веселым, развлекательным. при этом, что люди, участвующие в данных мероприятиях, они получали такие специальные солнышки, которые потом впоследствии могли обменять на магнитик. Достаточно приятный такой вот бесплатный сувенир. Но вот вы как раз сейчас видите вот это единоборство с помощью ладоней. Человек должен столкнуться. Рыжий гривый конец, рыжий гривый, здесь у нас макривый. Вот такая масленица. Дальше мы прыгаем через кресты. Молодецкие забавы, друзья. Здесь у нас гигантская скакалка. Луны же сейчас у нас начнут работать. Годите ко мне я здесь, около Кирилл-Коу. Сходи. Прекрасный вид. Прекрасный вид. совсем скоро. Сейчас будет перетягивание каната. Большое количество людей прибыло на этот остров, чтобы проводить наконец зиму, встретить весну. Все хорошие, прелечательные настроения. поднятие гири показывают люди, что они занимаются хорошо своим здоровьем, поддерживают здоровый образ жизни, занимаются спортом. И такие хорошие результаты поднятия гири очень сильно поражают. всем рекомендуют очень много двигаться, танцевать с моей спиной. Это одна из площадок, одна из площадок, которую проводят основные мероприятия. Будем следить, оставаться за новостями. 50 от Луэлана. Дядь, Сереж, они пошли на гирю смотреть. На что? На гирю. Что-то мы стоим и никуда не не днем. а вот эти самые оладушки, которые выдаются джемом. В этот раз он был яблочный. Также я взял чай. Чай очень вкусный, травяной. Наверное, заберись оладушки надо есть непосредственно, не отходя от кассы, потому что они очень должны быть горячие. так как на улице зима все-таки они очень быстро остывают. они немного живы, но зато очень вкусные. И всем рекомендую. Также они не стоят не так дорого, всего 30 рублей в одну штучку. Поэтому, я говорю, не нужно повескернуться, налить, чтобы не гореть джемом. в одну штучку. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Это был специальный Репортаж с места событий С острова Град Свияжск На этом у нас все Спасибо за просмотр Также подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить новый ролик Жми колокольчик Всем удачи и всем пока